Добрый день В ополи березка стояла, вополи кудрявая стояла Так, фломастеры на месте О, Шунь, смотри, еноточки Еноточки Тихо, тихо, Зубок, что такое, в чем дело, что ты кричишь? Я? Я кричу, потому что Шуня кричит А я кричу от радости Ничего себе от радости, я чуть от страха не умер Шуня, а от какой такой радости? Ну как от такой? Вы что, не видите? Ребята, наконец, прислали новые рисунки! Ура! А, ура! Согласен, ура! Енотыч, расскажи нам, кто нарисовал эти рисунки, а? С удовольствием! Начнём вот с этих рисунков Нарисовал их Митрофанов Фёдор Тот самый из города Батайска? Которому 9 лет Фёдор и правда из Батайска А вы откуда знаете о Фёдоре? Да он уже присылал нам замечательные рисунки Ах, вот в чём дело! Понятно! Ну что ж, тем приятнее будет нам посмотреть его новые рисунки Вот как вы думаете, что по-вашему здесь нарисовано? Ну, а чего тут думать? Радуга? Ну и мы тоже! Нет, нет, дорогие мои! Это не просто радуга! Это радуга в саду Енотыча! Так называется рисунок! То есть, в моём саду! А вот посмотрите на это чудо, которое нарисовал Фёдор! Да! Ой! Это же наше пугало! И грядки, и деревья! И солнышко, и дожди! Да, это же настоящий грибной дождик! Верно! А вот здесь Фёдор нарисовал пятиэтажный дом! Да, очень солнечный дом получился! Смотрите, смотрите! А здесь и гроза, и молнии! Это тоже нарисовал Фёдор Митрофанов! Молодец! Да! Енотыч, а кто нарисовал вот этого попугая, а? Бараковская Лиза! Лизе шесть лет, а живёт она в очень красивом городе Самаре, который находится на реке Волге! Ой, поглядите! Какой милый цыплёночек! Его тоже нарисовала Лиза! Да, но только это не совсем рисунок! Это как же? Это аппликация! Верно! Аппликация из разных тканей! А этот цыплёнок сразу и рисунок, и аппликация! Только из бумаги! Угу! И это сделала Лиза! Да! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, Гадь Лиза! Здравствуйте! Хочу сказать, что это Лизина работа с секретом! С секретом? С каким таким секретом? Интересно! А вот я вам сейчас покажу! Ну-ка-ну-ка! Смотрите, если буду я сгибать этот лист, то... У цыплёнка открывается ключ! Да, открывается! И кажется, что он говорит что-то! Вот это да! Да, ловко придумано! Ничего не скажешь! Дядя Лёнь, получается, мы все новые рисунки и аппликации уже посмотрели! Спасибо ребятам! Порадовали! Раз так, мы можем с вами немножко позаниматься! О! Дело полезное! Занимайтесь! А я, пожалуй, пойду! Не буду вам мешать! До встречи, Инноточка! До встречи! Дядя Лёнь, а что это вы принесли? Рисунок! Рисунок! Ой, Шунечка, смотри! Там и мышка, и морковка! Ха! Яблоко и свечка! Дядя Лёнь, вы рисовать сегодня не будете, что ли? Буду! А зачем же этот рисунок? А затем, чтобы мы могли сегодня поговорить о чёрной краске! Интересно! Чёрная краска – очень важная краска! А-а-а! Потому что все буквы в книжках чёрного цвета, да? Не только поэтому! Чёрная краска – это помощник! Она помогает другим краскам становиться темней! И как она это делает? Да! А я вам сейчас расскажу и нарисую одну историю, и вы всё сами поймёте! Вот это здорово! Итак, жил-был гном, а в его доме жила маленькая мышка! А, теперь понятно, почему тут нарисована мышка! Гном был очень добрый, и он всегда заботился о мышке, как о лучшем друге! Каждое утро для мышки был готов завтрак! Из морковки, яблока и ореха? Да! Мышка это очень любила! Да все мышки это любят! Могу вам точно сказать! Утром гном уходил на работу, а возвращался поздним вечером. И прежде чем сесть ужинать самому, он приносил ужин своей мышке. Дядя Лёня, когда вы рисовать-то начнёте, а? А сейчас и начнём! Итак, вечером в доме становилось темно, и гномик зажигал свечку для мышки. Вот сейчас её и зажжём! А как? Да! Мы её нарисуем! Угу! Вот эту листочку, белила и нарисуем! Угу! Так! Вот сейчас! Надо тщательно, наверное, размешивать, да? Да! Аккуратно! А когда же мы за чёрный цвет возьмёмся, а? Подожди, Зубочек, не отвлекай! Да я не отвлекаю! Мне просто любопытно! А вот теперь мы возьмём с вами чёрную краску! Угу! Хе-хе-хе! Помогу кисточку! Угу! Вот так! И кисточку назьмём побольше! Угу! Вот такую! Вот! Да! Чтобы мазки были покрупнее, да? Да! Да! Так, пол у нас с вами... Коричневый! Коричневый! Сейчас мы возьмём немножко коричневой краски, добавим на чёрный! Угу! Так! Вот так! 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 Вот! Там темнее, потому что свет от свечки почти не падает! Поняла, Шуночка? Да я это и раньше знала! Неужели? Угу! А я думал, что я один такой умный! Ха-ха! Ой, ещё стену надо затемнить! Обязательно! Сейчас мы сейчас пол здесь утемнем немножечко ещё! Вот в этом месте тоже свет от свечки сюда не попадает! Да! Поэтому мы можем тоже немножко чёрной краской поработать в этом месте! Вот так! Ой! И вправду! Всё вокруг темнеет! А чего ты удивляешься? Дядя Лёнь же сказал, что ужинали они поздним вечером! Да, дядя Лёнь? А свечка начинает прямо по-настоящему светить! Да, смотри! Свечка и яблоко с морковкой! Дядя Лёнь, они светятся! Угу! А мы сейчас тоже их немножко подтемним с той стороны, где они не освещаются свечкой! Так! Для этого мы возьмём цвет морковки! Какой у нас цвет морковки? Оранжевый! Правильно! Оранжевый! Мы добавим немножко чёрный! Так! Так! И делаем! Сейчас ещё немножко чёрный, вот так! И подтемним! Ага! С одной стороны, Дядя Лёнь! Да! Кажется, я догадываюсь теперь, как делать яблоко темнее! Добавить чуть-чуть чёрного и всё! Совершенно верно, друзья мои! Главное помнить, что нужно добавлять чёрной краски понемножку! А яблочко у нас такого сложного цвета! Тут есть у нас и зелёный, и жёлтый! Да! Это надо всё смешать, да, цвета? Да, мы сейчас смешаем! И получится у нас то, что нужно! Вот яблочко у нас! Вот! Так! Так! Теперь немножко воды! Вот у нас яблочко стало темнее! Зубок, а тебе не кажется, что всё равно чего-то не хватает, а? Ничего! Может, самого гнома? Да нет! Мм! Чашки с тёплым молоком? Да нет же! Теперь нам на рисунке не хватает только теней! Точно! Теней! Вот сейчас мы их тоже нарисуем! С помощью чёрной краски! Да, дядя Лёнь? Конечно! Да, ну вот! Почти всё готово, да? Ну вот, кажется, и всё! Осталось только сказать, что благодаря за такое отношение, мышка днём убиралась в домике гнома! И у него всегда было чисто! Да! Ну а теперь нам пора попрощаться с ребятами! До свидания, мальчики и девочки! До свидания, ребята! Присылайте свои письма и рисунки! Всего вам самого доброго! Храни вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова